Слава Христу! Христос воскрес! Воистину воскрес! 40 дней будем приветствовать с этим приветствием, пока Христос не вознесется на небо. Скажите, пожалуйста, вы ведете блог? Я вас уже, по-моему, третий раз встречаю здесь. А вы зайдите на наш ютубе канал, увидите. Как называется? Во свете Библии. Во свете Библии. Во свете Библии. Сейчас я запишу, секунду. Во свете Библии, а потом еще два слова запишите, Игнатий Лапкин. У нас очень большой канал. Да, очень большой. 15100 роликов. 15000 роликов во свете Библии. Все хорошо, я записал, я обязательно вас посмотрю. В интернете такого нет. Почему? Потому что я еще начал готовить, пока даже интернета не было. Я насчитывал книги, а теперь их разбили по частям и вставляют. Библия, Златоуз, Жития Святых, Архипелаг, ГУЛАГ. У нас там море информации. А если запишите во свете Библии, Игнатий Лапкин, и через гугл войдете, сайт написите, сайт, не канал, а сайт, то на сайте вы найдете ответы на 4124 вопроса, которые мне студенты задавали, и по радио я вел занятия. Вам будет очень интересно. Я тогда вас с удовольствием посмотрю, потому что уже не первый раз пересекаемся, мне стало вдруг интересно. Думаю, ну по-любому вы что-то записываете. Так, а если вы... А скажите, пожалуйста. Я сейчас скажу, минуту заходу. Если вам нужно будет встретиться, вопросы решить, вы в скайпе зарядите Игнатий Лапкин, и вы сразу на меня выйдете. Я один с этой фамилией на весь интернет. Ага. Ну я в скайпе, правда, не сижу. Так, говорите. Ладно. У меня один небольшой вопрос. У меня был небольшой кризис веры в нашу православную церковь. Вот скажите, пожалуйста, Христос говорил, не сотвори себе кумира. Однако православные сотворили себе множество кумиров. Тот же мальчик, который отказался снимать крест перед чеченцами, ему голову отрезали, потом его мать искала, и по итогу его причислили к лику святых. Это Евгений Родионов. Да, да, Родионов его фамилия. Вот скажите, было сказано Христом, не сотвори себе кумира. Однако православные сотворили себе множество кумиров. А каких именно? Ну вот тот же Родионов. А Родионов это не кумир? Я говорю, ну для православных он кумир, он доказал силу своей веры. Он не канонизирован, ничего, просто о нем известна молва. Нет, не канонизирована. Какой он кумир-то? В чем кумир? Я могу легко доказать даже, что биография о нем вранье. Ему голову отрезали, а потом раскопали крест. Да ты любую куклу повешай крест без головы, он сразу слетит. Это вранье все. Ну что ж, по этому поводу вранье, да, я не сильно верил в этого товарища Родионова. Ну ладно, народная молва и так далее. Ладно, хорошо. Но тогда другие православные святые, они являются для православных кумирами. Они показывали за свою жизнь, как нужно жить, как нужно верить и так далее. Для чего православные создали такое количество посредников между человеком и Богом? Вот молись, молись святому. Ну все, вы уже не вопрос задаете. Минутку. Вы вопрос не задаете. Вы пытаетесь учить. Вопрос коротко. Почему у православных много посредников? Одно предложение. Да. Я отвечаю вам. Вы вопрос-то не задаете. Вопрос состоит в том, почему у православных есть люди, которые канонизированы и молятся. Вот умеете кратко сказать. Я вам отвечу. Это не кумиры. 13 глава, 7 стих. Послание апостола Павла к евреям говорится так. Определенно и четко. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И, взирая на кончину их, подражайте вере их. Это прямое повеление Божие. Какой это кумир? Вот я молюсь, допустим, утром встал. Хорошо, но зачем молиться посреднику, когда Бог должен слышать всех? Вы Библию читали когда-нибудь? Нет, это не можно. Так, хорошо. Вы Библию читали? Нет, не читал. Но она... Я читал никогда. Поэтому вы будьте внимательны. То, что я вам говорю. Иначе вы никогда не узнаете. Четко, определенно здесь говорится. Никаких там... У Бога так. Или тьма, или свет. Серенькой мглы нету. Или да, или нет. Говорят, а что сверх того, то от лукавого. И вот определенно говорится об этом. Что какой-то кумир – это тот, кто требует поклонения, и больше его никого нет. Кумир – это божество. Ложное божество. Для одного может быть жена, для другого – патриот Родина. Он ради этого только живет. А я для детей живу. Вот кумиры-то какие. А это какой кумир? Апостол Павел. Ему вот, я коротко цифры дам. Во всей Библии, вот здесь вот Библия, в корочках переплетено. 77 книг. 77. Сектанты и еретики. 11 книг выбросили, а осталось 66. А вот 66 книг эти мы должны знать. И 77, конечно. И вот там определенно, по буквам все это выставлено, что апостол Павел пишет послание, 14 послание его. И он к филиппийцам сам в тюрьме сидит и пишет письмо. Письмо – это послание. Бриф Вестула. И пишет – поминайте, молитесь обо мне, дабы я был возвращен вам для проповеди Слова Божия. А он не может без них молиться. Бог всех слышит. Всех. А Христос сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. А что, с одним не будет? Написано. Ты внимательно слушай. Где двое или трое. Дальше. Считаем мы притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. «Всякое слово Божие чисто, не прибавляй к словам его, дабы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». А когда читаем 21 главу Откровения, говорит, участь лжецов в озере Огненном. Можно попасть в такой котелок, что не вылезешь. Поэтому это никакие не кумиры. Это наши друзья-братья, которые перешли в иной мир. Мы верим, что за гробом есть другой мир. Загробный мир называется. И поэтому связь не прерывается. Мы молимся. Мы это считаем неоднократно в Ветхом Завете было. У меня к вам еще тогда один вопрос небольшой. Учит аскетизму? Что? Христианство учит аскетизму? Аскетизму. Я знаю, вы сейчас часы патриарху будете упоминать. Конечно, учат. Написано, легче верблюду пройти свое сегольное ушко, нежели богатому царство небесное. И так, кто видит нищего, помоги. Накорми, Христос говорит. Напой его, посети. Библия неоднократно говорит о том, богатому не запрещено творить добро. Мы знаем, Давид был царь, Соломон царь. Что сказать? Господь их признал. Дальше Иов, богаче его никого не было. Тысячные стада. Ну, по сегодняшему миллиардер. И в один бог все у него отнял. Потому что сатана говорит, он за богатство тебя бог любит. Он говорит, нет. И дальше история разворачивается, как есть фильм такой. И что? Ничего. Он богатый славил бога и бедный. Одинаково славил. Аскетизму учат. Ну, и учат. Не все следуют, как должно быть. Другой думает, а вот чтобы здесь вот мне. У коры говорят. Недавно у меня тут из Москвы прилетал специально журналист. Специально. Взять у меня интервью и обратно на самолет улетел. Почему не по скайпу-то? Нет, только лично должен. Он много берет. Блогер такой. Шахматов. Вы посмотрите, какой он ролик составил удивительный. Ну, он приехал. А люди-то, когда ролики он выставил, там соединил. Там все так красиво, как мы молимся. Как весь город Барнаул видно. Ну, помогали ему. А так квадрокопер запускали. Он оттуда нас снимал, когда молимся. Ну, а что это? А отзывы-то какие пошли? Ладно, Лапкин такой-то, да. Там энциклопедия ходящая, там начали обзывать меня. Ну, почему такая бедность-то у него? Ну, прям. Вот я подниму рука. Это мой костюм. Мой костюм. Но ты дома. У меня нет ничего. А почему? О, а другие говорят, в этой бедности его богатство. Люди-то ничего дальше не знают. Вот представь себе. Мне Бог положил на сердце. Я верю от Бога. Написать то, что опыт жизни передать. Я одновременно вел занятия в пяти университетах. У меня тысячи, а в одном только 21 тысяча студентов. Вопросы и ответы. А кое-кто записывал. Веду три радиопрограммы регулярно. А одна онлайн, часовая, прям напрямую идет. И у меня накопилось 4124 вопроса. Это на нашем сайте. Я отвечаю на все вопросы. Почему? Опыт. И Господь позволил мне издать 38 томов книг. Том это 752 страницы. И теперь дальше. Ну, издал дальше то, что? Господь мне ложит на сердце. А один полный круг, 38 книг, стоит 750 евро. Подарить эти книги Библиотеке мира по полному комплекту. Я дарю в Америку, в Австралию. Люди покупают. У меня ничего нет. И книги помогли мне. Чтобы понять, насколько я беден. Мне 80 лет. 35 лет трудового стажа. И пенсия 8141 рубль 33 копейки. На сегодняшний день. Представь себе. Это государство меня. Почему? Потому что меня по тюрьму тащили. Мне не давали работать нигде. А я прораб. Я бы разную... Деньги-то другие были бы. Но теперь Бог положил на сердце подарить Библиотеке мира. Помогает, по-моему, купить грузопассажирскую газель. И мы едем в Барнаул, знаете где? Едем до Владивостока. Возвращаемся в контейнер. Ух ты, какой у нас фрагмент. 5 тонн посылаем к границе. Ставка в шахты Ростовской области. И дальше мы проезжаем до Лиссабона. В Скандинавию и Прибалтику. 650 городов, районных центров. И подарил книги на 35 миллионов. Так ты дурак. Полноценный, 100%. Отлично. Это все у нас показано. Все это заснято. Где я выступаю на стадионах, там, в библиотеках, в залах, в церкви. Тысячи проповедей. Почему? Ну, я чувствую себя. Бог дал мне силу, крепость. Я себя так держу. Всегда на двух-трех работах. Физических. Мне не давали работать. А если только в неведомственная охрана, в милиции, того района, где я живу. Меня больше нигде не принимали. Никак. Но я работаю. А три-то дня у меня свободные. Я на велосипед смотрю, где глина, где песок. Кому печку сделать. Я 40 лет печи ложил. Деньги были. Я, понимаете, скажут, а вы хвалитесь. Ну, как всегда, я это знаю. Да. Говорят, хвалитесь. У нас написано, хвалящееся, хвались Господом. Вот меня упрекнули в бедности. Ну, вы просто не знаете. Я голодный ни разу не был. А как? Понятия не имею. Никогда не прошу денег. Не прошу. Но никогда никому не был должен даже одного рубля за 80 лет. На мне евреи не наживут банки. Это Бог так делает. Вот, знаете, десятая часть сотни. Десятая. Это десятка. Если я 10 тысяч бы заработал, десятая часть, это тысяча. Библия говорит, десятину отдай священству. Ну, я-то в это время, когда Библия-то в руки попала, мне 23 года, а я никогда не слышал. Я услышал это, а у меня огонь все время горит. Я решил, я буду отдавать 9 десятин. Заработаю 100 рублей, 90 отдам. А 10 мне. Поэтому 2-3 работы надо. И так в этом накале я прожил 56 лет. 56 лет. Ну, все говорят, да дуреть надо. Ну, вот я такой и есть. Ну, с семьей? С семьей все надо. Я работаю. Пищник. Я заработаю себе. Но однажды, приняв это, Господь позволил еще раньше было. Баптисты, мы православные, а баптисты подпольно пищатали Евангелие. И мы собирали вот эти деньги, какие были, допустим, на питание 25 рублей, а мы вошли в 15. Десятка осталась, мы ее туда подгребаем, чтобы больше отдать на пищатание книг. А книги бесплатно раздавали, мы даже не знали, где пищатают. Поэтому, да, так. Вот проповедовал, Христос говорил, я в это уверовал, а другой нет. Мне Бог дал, это что, в бедности жить легче. Но мне нужны деньги, прям крайне нужны. Вот сейчас почему? Мы строим с нуля православную деревню. И у старосты, ну, небольшой, но есть, 450 гектар. А комбайн там на веревочках, он не может хорошую купить. Я бы ему сейчас дали денег, купил комбайн, первое. Учителям повысил бы зарплату раза в три. Дорогу построили бы. А мы все за свой счет делаем. Нашелся. Учителям и врачам. Учителям и врачам. Я с этим полностью согласен. Ну вот, и все. Говорят, куда бы вы деньги дели? А сколько вам нужно? Ну, немного, хотя бы миллионов, сто долларов. Скажите, пожалуйста, у меня небольшая моральная такая, так сказать, дилемма. Я хочу жить лучше. Я представляю, где и чем занимаюсь, я смогу жить лучше. Здесь, на Камчатке, я уже не первые десяток лет смотрю за ситуацией. Какой грязный город, какие уничтоженные дороги. Их постоянно ремонтируют. Знаю, кто отмывает деньги на установки наших столбов, подбойников. Ну, все это понятно. Я понимаю, что я никак не могу повлиять на ситуацию, вот конкретно в том месте обитания, где я сейчас нахожусь. Не могу я конкретно повлиять на вот это дело. Я хочу для себя лучшей жизни. И буду ли я являться предателем своей родины, если уеду зарабатывать деньги в другую страну? Ну, вы сами определили, а как это назовешь? В стране трудно, а я уеду за деньгами. А вот смотрите, мы как поступили. В стране погублено полностью 21 тысяча села, деревни. 21 тысяча пустые. Это не игрушка. 10 тысяч дышат наладом, как говорят, 2-3 человека осталось. Мы тоже такие мысли имели, перестройка идет. Что, вернулись, где наша деревня была, получили статус государственный. Продолжение следует...